В данном видео мы посетим великолепную Северную Осетию, полюбуемся ее природными красотами и посетим достопримечательности, а также заедем в ее столицу город Владикавказ. Ну что, здравствуй, Северная Осетия! Первая достопримечательность, которую мы посетили по приезду в Осетию, это памятник у Астырджи в Лагирском ущелье. Монумент был создан в 1995 году. У Астырджи самое почитаемое божество в осетинской мифологии. Эта скульптура крепится к скале и весит целых 28 тонн. Он является врагом убийц, мошенников и воров, и покровителем честных и благородных людей. Я, кстати, знаю одного такого. Но что-то я его нигде не вижу. Почему-то его здесь нет. У Астырджи на скале символ края, его история и гордость. А вот с безопасностью на этом объекте не все так хорошо. Дело в том, что напротив находится живописная река Ордон. И туристы ходят туда-сюда, чтобы сделать фотографии на память. При этом всю эту красоту разделяет дорога, которая, в свою очередь, находится на серпантине. Добавьте сюда еще одну из проблем Кавказа – это водителей. Ведь здесь каждый, кто покупает автомобиль, считает, что он король дороги. И дорожные правила не для него. При этом на этом участке дороги нет ни пешехода, ни лежачего полицейского. И знаете, что самое ужасное? Смертельные случаи от такого соседства уже были. Но, видимо, для властей этого пока мало, чтобы они предприняли какие-либо действия со своей стороны. И это печально. Так что, если вы будете здесь, будьте аккуратнее. А чтобы добраться до следующей достопримечательности, нам пришлось попотеть. Ведь нас ждал подъем в гору. Благо, любуюсь величественными горами Северной Осетии, укутанными облаками, совершенно забываешь о усталости. А решили мы проделать эту дорогу ради того, чтобы увидеть древний средневековый аул. А точнее, то, что от него осталось. Древние жилые постройки в большинстве своем уже развалились. Но сторожевые башни все еще несут свою многовековую службу. Эти удивительные постройки в сочетании с горами создают просто фантастические пейзажи. Да вы и сами посмотрите. Разве это не потрясающе? Немного отдохнув, мы были готовы идти к следующей точке нашего маршрута. И благо, она была рядом. И отправимся мы в Свято-Успенский Аланский православный мужской монастырь. А теперь время занимательных фактов. Данный монастырь является самым высокогорным монастырем в России. Официальное открытие монастыря пришлось на февраль 2004 года. И с того самого дня и по сей день в храме идут ремонтные работы. И по этой причине богослужение проходит прямо посреди строительных лесов. Я человек неверующий и хочу сказать, как я вижу этот храм. А именно, со стороны туриста. Монастырь смотрится очень изысканно. В отличие от большинства церквей, которые я вижу в городах России. Знаете, тут нет этой помпезности, которая присуща нашим церквям. Излишнего золота. Его смотрится очень скромно. Приехал бы я в этот монастырь второй раз. Конечно же нет. Но один раз посетить было весьма интересно. Вечером после ужина мы поехали во Владикавказ, чтобы заселиться в гостиницу. Очень красивый город, хотя бы потому, что он находится в таком живописном месте. А величественные горы, окружающие его со всех сторон, просто восхищают. В городе ходят очень красивые старые трамвайчики. Мы не удержались и прокатились на одном из них. И тем самым устроили себе небольшую экскурсию. Единственное, что портит от вида курсирующих по городу старых трамвайчиков, это реклама. Большинство трамваев увешаны ужасной рекламой. Очень жаль, что так бездушно уродует один из символов Владикавказа. А следующей точкой нашего маршрута было Цейское ущелье. Мы решили подняться на самый верх с помощью канатной дороги. На протяжении всего маршрута ты едешь очень низко. Так что даже люди, которые боятся высоты, например, как я, прокатившись на данной канатной дороге, не испытают никаких эмоций. Конечно же, кроме биения сердца, то виденных прекрасных пейзажей, которые окружали нас во время поездки на канатной дороге. В некоторых местах можно ногами даже потрогать землю. До того низко она едет. Смотрите, какая высота! Смотрите, как высоко! Как высоко! И почему так низко? Даже мне не страшно, понимаете? Мне не страшно. Человеку, который боится высоты, мне с третьего этажа страшно смотреть иногда. Готовы? Нет, нет. Цейское ущелье находится в Северной Осетии. Местные жители любовно называют его Цей. И вы, наверное, подумали, а чего такая любовь? Что, в республике мало других красивых ущельей? Много, но оно самое красивое. А еще оно имеет вид подковы. А как известно, подкова – это к счастью. А затем мы отправились в поселок Дзигвиз, чтобы посетить еще одну жемчужину с Северной Осетии – Дзигвизскую пещерную крепость. Здесь в ходе тектонического движения плит образовался скальный выступ, на котором древние осетины построили пещерную крепость. Оружение было возведено в период между XIII и XVI веками. Точная дата основания крепости неизвестна. Однако, можно попросту не заметить пещерную крепость. Она почти сливается со скалой. И многие туристы часто даже не замечают ее и просто проезжают мимо. Сейчас к ней пробраться можно исключительно посредством глубокого провала. Верст на расстояние примерно 10 метров. Туристам придется карабкаться по разрушенным каменным стенам. Благо, преодолеть это препятствие не составляет большого труда. Недалеко от крепости сохранились старинные фамильные усыпальницы. В них осетины хоронили умерших родственников, оставляя покойникам одежду, обувь, различную посуду, украшения и даже оружие. Спасибо вам, что эти 10 минут вы провели в нашей компании, путешествуя по Северной Осетии. Если вам понравился данный выпуск, мы будем благодарны вашим лайкам и комментариям под этим видео. И не забывайте подписываться на канал, если вы не сделали этого ранее, ведь дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok